Это на самом деле был риск для меня, эту тему вам предлагать. Видите, зал собрался меньше даже, чем наполовину. Но я все равно ее выбрал, потому что эта тема настолько важна в жизни человека, и я уверен, что потом люди в записи, многие послушают эту лекцию, потому что мы очень сильно забыли, кто такой старший, и как я могу им быть, и не могу. То есть мы реально, эта тема ключевая в жизни человека, но мы этого не понимаем. И в результате, даже видите, люди на лекцию не понимают важность. Давайте сначала начнем, вот я сейчас расскажу отличие современной культуры от древней. Вот главное коренное отличие. Ни в стиле одежды, ни в количестве компьютеров, я не считаю, что это важное отличие. Самое важное отличие заключается в том, что люди неправильно, ну как по-другому представляют, что такое отношение и жизнь. Вот сейчас люди в основном, они ведут себя как любовники. Ну вот как это себе представить, допустим, идет мужчина, и он такой, ну как бы, ну такой, самец такой, показывает самца. Потом идет женщина, и она такая, показывает самку. Понимаете? Но вот это вот именно такое поведение сейчас преобладает у людей в целом, в жизни. И вот это вот поведение, оно не дает ведь людям счастья на самом деле. Потому что это поведение соблазняет, оно не дает прибежища, не дает человеку глубины, чистоты, любви настоящей глубокой. Она просто соблазняет это поведение, избивает с толку всех вокруг. Потому что когда мужчина видит у женщины такое поведение, он думает, может мне жену бросить. А когда женщина увидит у мужчин такое поведение, думает, может мне мужа бросить. Понимаете? То есть это поведение не помогает людям, оно не приносит пользы. Потому что есть другое поведение, которое приносит очень много пользы. И это поведение называется отец, мать, сестра, брат, дочь и сын. Понимаете, человек должен быть в своей жизни на 90% находиться в этих трех категориях. И только на 10%, когда он наедине со своим близким человеком, он может проявлять вот эту игру, как бы игривость свою проявлять в поведении. Только вот именно с близким человеком. Вот смотрите, что было в древней культуре. Женщина, когда выходила на улицу, она закрывала лицо, одевалась очень просто и сделала так, чтобы ее никто не замечал. Мужчина никогда не показывал свое вожделение кому-то. Это было очень предосудительно, смотреть соблазняющими глазами на женщину там и так далее. Мужчины вели себя строго на улице, в обществе. Показывали силу, как бы доблесть свою, строгость, мужество. Это вселяло очень чистоту и счастье у людей в сердцах. Понимаете, ну когда женщина приходила домой, она красила губы, красилась, надевала самые красивые одежды. И она таким образом представала перед своими детьми и перед своим мужем. И он очень сильно радовался этому. Он испытывал любовь, потому что эта любовь или вот соблазняющая вот эта вот сила, она была предназначена только для близких людей. И она имела очень интимную природу. Сейчас женщины свою соблазняющую силу показывают всем, кому не лень. И они таким образом ее тратят, потому что эта энергия уникальная. Она предназначена для того, чтобы все обиды закончились. Вот когда мужчина привлекается красотой женщины, он сразу все прощает. Когда женщина видит вот это как бы счастье, что муж счастлив рядом с ней, она тоже все им прощает. И так люди живут вместе. Но если человек всю эту энергию тратит по улице, пока идет, то потом что дома-то остается? Женщина приходит домой, уставшая уже, она все растратила. И больше того, она одевает простую одежду, краску с губ стирает и как бы их предстает перед мужем попроще. В результате муж теряет привлекательность к жене, к своей, как бы не видит такого глубины в отношениях к счастью, как хотелось бы. И так надо понять, что формирование чувства собственного достоинства у человека сейчас нарушено. То есть люди неправильно себя ведут. А в некоторых культурах это неправильное начинает становиться извращением. Потому что мужчины начинают играть роль любовниц. Ну то есть мужчины как женщины начинают себя вести. Женщины как мужчины начинают себя там качаться. Бодибилдинг там, они показывают свою силу. Там боксом занимаются там и так далее. Понимаете? То есть извращения начинаются уже. Потому что сколько можно как женщина рисоваться? Если надоело, ну давай порисуюсь как мужчина. Ну то есть там покачаюсь, сделаю мужской вид. Это просто вот, как говорят, от дури люди бесятся уже, от дури. Потому что они не знают, где выход, где же счастье. А счастье совсем в другом. Я иногда попадаю в другие формации отношений, общения. Допустим, часто в восточных странах, допустим, в Индии, можно видеть такое, что здесь не увидишь. Там еще сохранились эти вот правильные вещи. То есть я попал, допустим, в одну среду, там только индусы. И там одна женщина, она была старшей. И она давала общение, беседовала со всеми. Она старшая. Ну и по возрасту постарше. Но она старшая. И когда я пришел на эту беседу, она старшая. Она посмотрела на меня как старшая. Ну хотя мы с ней одинаковый возраст. Она посмотрела на меня как старшая, и я сразу стал младшим. Почему я так стал младшим? Потому что я увидел в этом взгляде что-то правильное и честное по отношению ко всем. И она непреклонно вела себя в этой роли. Это и строгость одновременно, и сила взгляда, и ответственность, и разумность, и решительность. Ну вести себя вот так. И сразу у меня возник вопрос. А зачем это надо? А почему? И я понял потом уже дальше, почему. Потому что это так нужно людям. Потому что, понимаете, Господь начинает действовать всегда в той среде. Господь действует через людей в этом мире. И Он действует в той среде, когда люди честно себя ведут. Понимаете? Вот честное поведение — это быть отцом или матерью. Это честное поведение. Честное поведение — быть сестрой или братом. Вот, допустим, я помню, у меня были ситуации в жизни, когда мне было очень плохо. И я попадал в больницу, и, допустим, женщина или девушка брала под ручку, там, клала меня на кровати, говорила, «Полежи, сейчас мы займемся, там, и так далее». И она не вызывала у меня чувства, ну, как бы, понимаете, это не те отношения, это сестра, это медсестра, понимаете, сестра. То есть она просто любовь проявляла свою без вожделения, она просто заботилась, понимаете, по-женски заботилась. И это сразу вызывало чувство полной защиты. То есть у тебя боль сразу уменьшается, всё, ты чувствуешь себя защищённым, потому что есть люди, которым ты нужен в эту трудную минуту. Это поведение сестры. Понимаете? Также очень ценно поведение детей. Вот, допустим, вы, когда смотрите, слушаете мои лекции, смотрите на меня, как на старшего, очень таким верным взглядом, это в моём сердце развивает любовь к людям. То есть я, вот этот взгляд, он развивает любовь. Мне хочется любить людей. И даже если у меня любви мало к людям, а её становится больше, благодаря тому, что вы принимаете роль младшего, когда вы слушаете. Понимаете, о чём я сейчас говорю? Я говорю о том, что в обществе сейчас отношения между людьми не развиты. Вот это вот отношение игры, или ещё есть сейчас деловой стиль, делать такой деловой стиль, это, допустим, по улице идёшь, такой-то с чемоданчиком такой, на понтах такой, знаете. Знаете, ну я деловой человек такой, ну круто вообще, ну так это нужно людям вообще, всем окружающим, вот видеть твою деловую морду. Может, что-нибудь другое покажешь. Жизнь коротка. Деловой человек означает, пошли все подальше, я крутой. Понимаете, ну кому это надо? Вот кому это поможет? Это тоже неправильно. Но мы к этому привыкли. Мы думаем, что так и надо жить. Но жить надо по-другому. Человек должен везде в обществе быть отцом, братом или сыном. Выбери сам, где ты каким будешь. Женщина должна быть матерью в обществе, сестрой или дочерью. Выбери сама, посмотри, где тебе... Ну вот эти три типа поведения являются ценными в обществе, и они создают атмосферу глубины, чистоты, веры и любви. Вот если вот представьте себе, вы попадёте на улицу, и перед вами будут проходить люди, которые будут вас смотреть, как отец, как дочь, как сестра, как брат, как мать. Вот люди все вокруг будут так на вас смотреть. Вам тепло будет жить в этом обществе? А если вы там увидите в этом обществе только тех, кто рисуется, и деловых людей. Одни просто стенку ставят, а другие перед вами вот так. Вам понравится так жить? Вот мы живём в такой среде сейчас. Там люди или рисуются, или ставят стенку. Это означает, что людям друг друга на друг друга наплевать. Нет отношений, понимаете? Потому что отношения всегда... Это очень глубокая вещь. Это глубокая вещь, а не дешёвое отношение. И чтобы их строить, нужно быть смелым человеком. Вот я когда учился в институте, только один преподаватель был отцом. Я никого не хотел больше слушать, только его. И потом у нас с ним даже дружба завязалась. Он даже со мной, как старший друг, начался вести. Ну, то есть, он как бы дружил со мной, но я понимал, что он старший. Я был студентом, он завкафедрой. Мы ходили вместе пророк купаться. Мудрый человек. Позволил себе дружить с студентом. Но он никогда не был чужим, этот человек. Я вот сейчас вспоминаю его глаза. Он когда смотрел, он всегда смотрел очень близко. Он никогда не смотрел на понтах, там, типа я этот главный. Никогда не смотрел... Вызывающий там, с пренепряжением, с насмешкой, с вызовом. Как часто старший делал. Сейчас я вам расскажу высшую математику. Поняли? Ну, то есть, как бы, что ты доказываешь людям? Что ты хочешь им доказать? Людям нужна только доброта, и все. И больше ничего не нужна твоя высшая математика. Если ты доброту не даешь, значит, ты ничего не знаешь. Потому что все остальное знание, оно второстепенную природу имеет. Конечно, старший, это старший. Он должен быть, ну, очень серьезным, сильным. Это сильная позиция, ответственная позиция. Но она добрая, она близкая. Это недалекая от людей позиция. Человек должен быть ближе к людям всегда. Вот почему Ленин стал вождем? Я не говорю сейчас про философию, про атеизм. Я говорю про человека. Он никогда не занимал позицию, ну, никогда не выпендривался перед людьми. Если посмотреть хронику, как он смотрел, как он себя вел. Он был очень близок к людям. И люди в него поверили в результате. Это естественно, понимаете? То же самое Суворов. По летописям он был очень близок к людям. Или Александр Македонский. В 20 лет он был старшим отцом для всех. Представляете, какая сильная позиция отцовская. В 20 лет и для всех отец. Это удивительные люди. И любви в обществе не хватает из-за того, что мы к этому не стремимся. Вот, ну, как бы можно сказать, что мне не хватает вот этого вот такой силы, доброй силы по отношению к людям, чтобы я к чужому человеку посмотрел на него, как брат, или как отец, или как сын. У меня нет такой силы. А вдруг он не оценит? Потому что, когда ты так смотришь на человека, он же может тебе сделать больно, потому что в этом взгляде нет защиты. Вот вожделение или такое, как бы, рисовка — это защита. Знаете, это защитное влияние. Когда человек рисуется, он защищает себя. Или когда он делает крутой вид, он тоже себя защищает. И так легче жить. Но когда ты себя не защищаешь, люди же могут к этому по-разному отнестись, если тебе придется это переваривать. Но это правильная жизнь. Потому что большинство людей, ведь можно, не обязательно очень близко к людям относиться. Когда человек доброту в сердце имеет, он увидит, кому надо немножко отстраниться от человека. Не показывать ему близких отношений. Такая позиция тоже правильная. Тоже позиция старшего. Но она указывает на наказание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова